МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лукашенко пытается осуществить угрозы, наводнить ЕС мигрантами, наркотиками и даже ядерными отходами. На протяжении нескольких месяцев Литва, Латвия и Польша находятся под массивной гибридной атакой. Во Всемирный день психического здоровья, который отмечают сегодня, начнем с безумных заявлений. В хорошей фантазии Евросоюзу точно не откажешь, но даже по меркам ЕС такие обвинения и их озвучили на заседании Европарламента звучат слишком нелепо. Разумеется, ЕС предоставил бы доказательства, как Беларусь третирует сразу три страны одного из самых влиятельных политических блоков мира, но их, кажется, попросту не существует. В принципе, как это и всегда было. А массовую гибридную атаку, да, мы видим, только с другой стороны. Добрый вечер, половина восьмого, и я, Ольга Коршун, проведу с вами в ближайшее время. На зло врагу экономика в плюсе. Первым делом поговорим о санкциях. Почему их попытка номер пять для нас не драма? Кто подсмотрел в государственный глазок и получил срок? Эксклюзивный репортаж по делу взлома госсерверов. Где сейчас не готовиться ко сну? А все из-за того, чтобы накормить уже завтра батьковой булкой. В прямом эфире свяжемся с уже легендарной пекарней Свислычи. Добрый вечер. Добрый вечер. Ольга. Через час уже порадуете горячими новостями со свежей корочкой. Да, у нас все печется в печке, булки красивые. Как всегда в эфире много важных гостей. С кем-то влез под дрова, кто-то первым делом с самолета в студию, а за кем-то пришлось в прямом смысле побегать. Это мы про железную леди белорусской промышленности. Много аналитики, фактов и любопытных вытекающих. А пока еще несколько тем этой недели. Сахарные белорусские эвересты виды на новый сладкий сезон. Цены на белый песок. И кому дольче вида, а кому сто дней работы нон-стоп. Репортаж на неделе у Кристины Протасовицкой. Когда больше нельзя оставаться на родине, но и вожделенная Европа не пускает. Люди, решившие найти новый дом, и волею судеб, оказавшиеся в Беларуси, истории мигрантов в материале Александра Добрьяна. Мы фотографируем этих малышей, понимая состояние женщины. У меня внутри шкребут кошки, и хочется настолько вырваться отсюда быстрее. Кажется, сделаю бы все прививки, которые только можно. Когда одно здоровье на двоих про ковид и беременность расскажет Юлия Мычко. На неделе президент провел совещание по экономике. Разговор, конечно, шел о санкциях. ЕС и США пугают Беларусь новым пакетом ограничений, и такие решения на Западе принимаются буквально со скоростью света. Это уже пятая попытка надавить на Беларусь. Но какого эффекта хотят добиться, на Западе, похоже, и сами не знают. Ведь по факту от санкций мы особо-то и не страдаем, пока больше теряет даже сам Евросоюз. Это порт Клайпеды, из которого уже утекло 25% прибыли в российскую Усть-Лугу, куда ушли белорусские грузы после очередного санкционного витка. А еще и литовские железные дороги остались без нас, а это деньги, которые уехали в другом направлении. А Польша? До недавнего времени эта страна была на четвертом месте по инвестициям в нашу экономику. Сейчас польским бизнесменам взять и все бросить, только потому что политикам видится другое. А что у нас? Для простого белоруса в целом ничего не изменилось. От голода не пухнем, как некоторым бы хотелось, а наоборот ВВП набирает уже плюс 3 килл процента. Такие ограничения даже дают пищу для экспортных фантазий. На Европе свет клином не сошелся. Что Европа и Америка нам готовят, и так ли все страшно, как это пытаются преподнести Ксения Худалей об эффекте санкций. Это автотрафик обнищалой столицы. Это трущобы, а это стало быть закрытое навсегда заведение и компании. Под гнетом очередного, а точнее пятого пакета европейских санкций, город выглядит как обычно. Ни тебе рыдающих белорусов у обочины, ни голодных демонстрантов с протянутой рукой. Сплошное разочарование для западной прессы. Но шутки все же придется отложить в сторону. Евросоюзу не имется, а значит белорусской экономике придется еще потерпеть его фокусы. Впрочем, жить в условиях санкционного давления наша страна вынуждена не впервые. Периодические обострения на почве какой-то там неправильной демократии толкают наших контрпартнеров на опрометчивые шаги. Жизнь уже ткнула Литву носом в калийные удобрения. Выручка Клайпеда с нафта за 9 месяцев этого года сократилась почти на 25%. Это еще что, в декабре экспортный транзит Беларуси через Литву полностью прекратится. А наши грузы это больше 32% всего грузопотока Клайпедского порта. Потихоньку взвывают и другие санкционные активисты. Конечно, самоуспокаиваться Беларуси рано. Но и драматизировать не с руки. Я не склонен драматизировать ситуацию. Как мне премьер-министр докладывает, что и в правительстве нет никакой драмы. Настрой на противодействие санкциям мне нравится. Так мы и должны работать. Если есть какие-то проблемные вопросы, ну так давайте будем их решать. Мы уже привыкли к разного рода санкциям. Очередные попытки ограничить, запугать нас оборачиваются против бизнеса и экономики той страны, которая вводит санкции. И это уже почувствовали на себе и прибалтийские страны, и Польша, и Украина. Экономическая погода Беларуси под контролем президента. Раз в квартал, а если нужно чаще, вопросы работы экономики обсуждаются в кабинете первого. На неделе правительство доложило, ситуация более чем стабильная. ВВП за январь-август вырос на 3%, а внешнеторговая сальда побила рекорд 2013 года. Вырисовывается и антисанкционная стратегия. Суть проста, но действенна. Не Европа единый. Определенные страны, которые вводят против нас санкции, они нас заставляют естественным образом просто-напросто менять свою логистику. Менять непосредственно договора, договорные отношения с теми странами, которые готовы к нам идти. Ведь, по сути говоря, Беларусь, она привлекательна для бизнес-среды, вообще для общества. Это одна из самых привлекательных стран в Европе. Надо расширять рынок сбыта непосредственно нашей продукции. Европа есть, но есть же Африка. Есть наш стратегический партнер, это Российская Федерация. Есть страны, которые и в Российский экономический союз прикреплены. Точек на карте мира, куда мы могли бы и уже обращаем свой взор, достаточно. К примеру, африканские и азиатские регионы, где живет 5,5 миллиардов человек. Значительный спрос есть на грузовые и легковые автомобили, тракторы, мебель, белорусское продовольствие. Нужно только грамотно предложить. Да, нынешняя ситуация для нас вызов. Мы вышли из зоны комфорта. Но в то же время момент открыть новые возможности, мобилизоваться и достичь результата, невзирая на какое давление. Примером тому является братская Россия. Ну, закрыли, как они подумали, Россию. И Россия, отбросив всякие нюансы, посмотрела на внутренние свои резервы и сделала гигантский шаг вперед. Слушайте, но вместе мы можем больше. Вот я только что с президентом России разговаривал. Никаких вопросов. Мы можем, должны, и Россия готова к тому, что мы вместе будем сотрудничать по всем тем направлениям, по которым нужно для Беларуси. Слово за нами. Умудренная перманентными санкциями Россия готова поддержать Беларусь не только по-братски или союзнически. Российский рынок уже долгое время с удовольствием принимает наши товары под знаком баланса, цена, качество. Да и уровень экономических взаимоотношений, подкрепленных недавними союзными договоренностями, позволяет полноправно махнуть перед лицом Европы красной тряпкой. Экономическое сближение Беларуси и России пугает Европарламент похлеще самых изощренных триллеров. Они будут делать все, чтобы попытаться рассорить Россию и Беларусь, чтобы попытаться вбить клин между нашими странами и, самое главное, народами. Сейчас я уже вижу, что в Европе очень большое есть разочарование в своих же санкциях относительно Беларуси, потому что за счет такой политики, агрессивной, жесткой, зачастую просто основанной на двойных стандартах, они взяли и обрубили же себе все возможности коммуникации, как с белорусской властью, так и, самое главное, с белорусским народом, с белорусским обществом. Страны Балтии, и как мы знаем, они уже очень давно руководствуются чем-то внеземным и далеким от здравого смысла. У них есть определенная политическая линия. Политическая линия носит исключительно антироссийский характер уже очень давно, и в том числе теперь и антибелорусский, поскольку Беларусь является ближайшим партнером, союзником России. Поэтому ожидать каких-то здравых решений от руководства этих государств, конечно, не приходится. Эти решения диктуются от их западных партнеров, даже, наверное, в большей степени не от Европейского Союза, а от Вашингтона. И Вашингтону нормально, а что ему терять? Все это не ударяет по Вашингтону. Спрогнозировать не удается только одно. Как долго Запад будет держать за дураков простых людей, не только белорусов, поляки, литовцы и украинцы начинают подозревать неладные. Санкции, как оказалось, играют не в одни ворота, а теперь финансы клайпетских портовых работяг рискуют запеть недемократический романс. Интересно, что у евродепутата ответят на какой-нибудь внезапный бунт, если белорусским рабочим ничего внятного сказать не получается. Мы, безусловно, обратились к людям, трудящимся о том, чтобы они высказали свое мнение. За неделю, немножко больше, чем 7 дней, было собрано 1 миллион 300 тысяч подписей. Мы направили и попросили их высказаться по этому поводу. Ну, три месяца мы ждали, напоминали, и когда подняли вопрос через средства массовой информации, они, конечно, соизволили нам ответить. Абсолютно цинично написали в письме, что они сегодня приняли свой какой-то документ внутренний Евросоюз. Мы тогда спрашиваем, подождите, если страдают интересы белорусов, страны, которые, ну, никак не уходят в страны Евросоюза, почему ваши законы распространяются на территорию Беларуси? Или вы хотите их применить, подрывая международное право? В сентябре, для того, чтобы спокойно, без эмоций разобраться с этим вопросом, мы пригласили на международную конференцию экспертов, специалистов в области международного права. Из 15 стран были участники, в том числе были участники и из западных стран, и где мы два дня спокойно посмотрели все международное право, это и сегодня Устав ООН, это сегодня и всеобщая декларация прав человека. И однозначно сделан вывод, что Евросоюз грубо нарушил международное право. Кстати, под этим же правом они и подписывались. Они же подписывались его соблюдать и свято следовать этому праву. И что сегодня получается? Что они просто вытерли ноги об этом международное право. К слову, призывать к совести тех, кто внутри страны с бубном кличет на родину санкции, Беларусь больше не собирается. Скоро за такие призывы можно будет схлопотать уголовный срок. Законопроект наши депутаты приняли в первом чтении. А пока маска гуманности все ниже съезжает со светлого лика Европы, Беларусь ведет экономический диалог с теми, кто умеет и хочет договариваться. Ксения Худалей, Юлия Стрига, Дмитрий Мискевич, телекомпания СТВ. Кстати, никакие санкции не страшны нашему сельскому хозяйству. А доходы от экспорта продуктов растут каждый год. Да и о внутреннем рынке забывать нельзя. Это даже важнее. Продовольственная безопасность под контролем президента. А вопросы сельского хозяйства на неделе обсуждали во Дворце независимости. Сев озимых, предварительные итоги уборочной падеж скота много тем подняли. Среди них был вопрос, от которого по-настоящему горчит у многих белорусов, хотя должно наоборот – сахар. Президент и сам, похоже, удивился, что в Беларуси даже в теории может быть недостаток этого продукта. Отдельное поручение по ценам. Швобы вдруг запасы на складах огромные и переработку начали. И вдруг что-то там обвалилось. Смотрите, мужики, еще раз обвалится. Этот обвал будет вот оттуда, от торговых сетей до правительства. Я понимаю, если какое-то несчастье чего-то не хватает. Видите ли, не успели завести, логистика подвела. Это что, в Великобритании? Водителей не хватает, чтобы топливо завести на заправке. Доклады министров проверяются в поле. Так подписал фото, где президент убирает кукурузу на своей малой родине телеграм-канал «Пулперво». К слову, только сегодня аграрии достигли заветное 100% по севу азимых. Впрочем, в двух регионах еще не все сделано на полях. А вот аграрии Минской, Брестской, Гродненской и Могилевской областей сработали, как говорится, с запасом. Но вернемся к ценам. На неделе на этом несколько раз акцентировал внимание глава государства. Мною поручено, прежде всего, профсоюзам, комитету госконтроля, соответствующим подразделениям правительства и депутатам обратить серьезное внимание, изучать цены и принимать конкретные решения. Надо пережить этот момент. И не дать возможности тем, кто привык на ценах, на их росте наживаться, не дать им возможности это сделать. В противном случае придем уже к действительной революции. Недавно подписан новый указ. Необоснованный рост цен, особенно на социально значимые товары, недопустим. В этом его суть. Это остается моим жестким требованием. Ни один человек не должен переплачивать за чью-то бесхозяйственность или желание набить карман. Сахарная лихорадка знакома белорусам еще с советских времен. На словах белый песок то и дело дорожает, чередуясь с гречкой. И вот уже соцсети заполнили фото, мол, пустые полки в магазинах, сахар скоро закончится. Но будьте спокойны, дольче вита нам обеспечено. Мы давно уже производим белого песка больше, чем способны съесть. Кристина Протасовицкая изучила подробности сахарного дела. Ну, мой рабочий день начинается с 8 утра. Здесь целый день поле. И так до 12 часов вечера. 850 гектаров сахарных палей Беловежского в руках одного механизатора Виктора Романюка. В свекольном деле он уже 17 лет. На своем веку перепробовал разную технику. Последние 6 лет на надежном тигре. Благодаря его усердию богатый урожай сахарной свеклы этого года прибудет на завод точно в срок. Светлая он уже до ноября месяца. А там мы все это ставим на хранение, пишем заявление на отпуск и все. И едем отдыхать на Канаре. Ее срезает один нож, следом почищает другой, затем металлическая рукавица захватывает корнеплод и забрасывает трехочковую в корзину. С каждым погожим днем сахарная свекла становится только слаще. Сахаристость плюсует. Культура прихотливая, урожай называют высшим пилотажем агронома. За последние пять лет урожай, в принципе, один из самых высоких. У нас был в 2017 году неплохой урожай. У нас самый высокий урожай был по нашему хозяйству 712 центров в 2016 году. Ну, в принципе, еще сложно прогнозировать. Мы только в наших площадях убрали 30%. Но я думаю, мы приблизимся к этой цифре. На ближайший сахарный завод, а это жабинка, сахарная свекла, может попадать напрямую или с пересадками на свеклопунктах. И в Брестской области 6. Сырьевая база 76. Хозяйство в радиусе 300 километров. В этом году завод пошел на эксперимент. Впервые арендовал земли в трех районах и сам вырастил урожай. Если до этого агрономическая служба завода тренировала других, то теперь сама вышла на поле в основном составе. Объемы пока скромные. И 5% от потребности. У нас просто вся свекла посеяна по конвизо-смарт-технологии. Здесь две только обработки гербицидом. И, как видите, свекла чистая от сорняков, что существенно сокращает количество проходов, штанги. Ну, и экономит средства, так как мы выращиваем свеклу на услугах, пользуемся услугами сторонних организаций. Это экономит деньги заводам. Центральный свеклопункт завода. Его мощность заготовки порядка 100 тысяч тонн. Проверка на качество в лаборатории. Уже через минуты выгрузка на площадку. Впервые в Беларуси применена сухая подача. Нам не надо использовать воду при подаче подачи. Это очистные сооружения применять. Теряется какая-то маленькая, но есть процент сахаристости даже. Это не вымывается водой. Ну, более, наверное, технологические качества, экологические качества. И более равномерная подача, что немаловажно, в завод. К концу заготовки здесь будут горы. Просто горы сладкой жизни, так сказать. Осталось только ее оперативно переработать. Но наши мощности завода позволяют в оптимальные сроки переработать эту свеклу, которая будет заготовлена. Эти миллион, миллион, двадцать тысяч тонн. В этом году урожайность сахарной свеклы на четверть больше прошлогодней. Каждый день из нового урожая здесь получают около 1200 тонн сахара. Три других завода в Страневске, Делигороде и Слуцке работают в таком же режиме. Сперва сахарную свеклю устраивают в два процедуры. Ее тщательно обмывают, режут на стружку. Издалека это больше похоже на большой поток картошки фри. А затем здесь начинается уже невидимый глазу процесс диффузии, непосредственной добычи сахара. В таком режиме работы нон-стоп завод проводит минимум 100 дней. Здесь очень горячо и шумно. И так круглосуточно. Без участия человека завод на этом этапе практически робот. Инженеры наблюдают из командного пункта сердца завода, где на экраны выведен каждый шаг. Процесс непрерывный. Бутфель представляет собой кристаллы сахара, межкристальные жидкости. Как бы вот кристаллики плавают в сиропе в таком густеньком. Далее этот утфель поступает в надцентрифуге, где по действиям центробежной силы отделяется сахар от межкристального раствора. И промывается сахар водичкой, и мы получаем белый сахар. Белый сахар поступает в сушильное отделение, где сушится потоком горячего воздуха. И уже идет либо на упаковку по 50 килограмм, либо килограммы, либо в силос, где хранится бестарно. В вспышке сахарного шапоголизма ситуация далеко не новая. То и дело, кому-то выгодно вбросить в общество этакую свеколку раздора. Правда, масштабы реакции всегда разные. Сахарные заводы в Беларуси приучены, что в летний сезон поставки в магазины увеличиваются до трех раз. Время варенья. И к этому моменту дополнительные запасы сахара мирно ждут своего часа. Ажиотаж в сентябре – это кинонсенс. В отдельных регионах спрос вырос до восьми раз. Сейчас помешательство не иначе. Сахара хватает. Сегодня, по данным статистики торговли, которые идут в спрос по сравнению с прошлым годом, от 300 до 2000 процентов. Чем объяснить, пока мы это не можем. Мы не видим причин, что сахар есть и проблем никаких не будет. Почему все-таки полки могли опустить? Дело точно не в производстве, а отчасти в фасовке, объясняют специалисты. За сутки сахарный завод в Жабинке производит 1200 тонн сахара, а мощность линии фасовки – 200 тонн. По стране 39 складов, запасы которых раскупили за считанные дни. Если в неделю один магазин в Беларуси продавал до 100 килограммов сахара, то в период ажиотажа – тонну. Но не спешим с выводами. В среднем в сутки страна потребляет 650 тонн фасованного сахара, а мощность четырех заводов – более 800 тонн. Мы на сегодняшний день уже этот ажиотаж среди грузовиков сбили. Все записаны по очереди. Сегодня все прекрасно понимают, что в один час мы пускаем 8 тонн фасованного сахара. Исходя из этого, расписывается покупателям транспорт, так, чтобы они и здесь не стояли долго. В определенное время, чтобы они приезжали, и уже работники маркетинга, повторюсь, работают круглосуточно. Главный аргумент тех, кто берет впрок – рост цены. А что в нее входит? Стоимость сырья хозяйство выступает в роли партнеров заводов. Энергоресурсы – на уровне прошлого года. Торговые надбавки от продавцов – это социально значимый продукт ценник в руках государства. Обоснованных причин для роста цен в этом году нет. Все четыре сахарные заводы сработали по итогам 8 месяцев с неплохой прибылью. Поэтому Министерство антимонопольного регулирования торговли, и, видя наше экономическое положение, оно не будет инициировать, либо разрешать поднимать цены на сахар. Да, действительно, сейчас на мировом рынке цены на сахар выросли из-за засухи и заморозков в основном производителе мировом – это Бразилия. Тем не менее, в Белоруссии, еще раз повторю, сахара будет под полную потребность. А может, весь сахар продали за рубеж? Тоже нет. На традиционный летний сезон варенье заводы останавливают отгрузку на экспорт. Этот год не стал исключением. Кроме того, каждый килограмм белорусского сахара уезжает за границу только через концерн «Белпищепром», а не по желанию отдельных заводов. В этом году поставки ожидаются в Россию, Киргизию, Узбекистан, Таджикистан и новый рынок Китая. Всего же 32 страны мира. Только после того, как на своем рынке почувствуют настоящее Дольчевита. Кристина Протсовицкая, Станислав Пикарский, Неделя, СТВ. Вообще, белорусы-любители сладкой жизни за месяц. Среднестатистические жители нашей страны съедают 2,5 килограмма сахара. Это примерно 80 граммов в день. А специалисты ВОЗ рекомендуют не больше 50. Так что от сахара иногда можно и отказаться. Хватит ли продуктов всем? На неделе волновались и буквально на другом конце континента. В российском Владивостоке прошли дни Беларуси. Так и хочется сказать с аншлагом. Избалованные морскими дарами приморцы распробовали наши продукты. Так что сейчас хотят продолжение банкета уже на постоянной основе и большими порциями. Как будет проходить такой гастрономический обмен, знает Алексей Богданов, заместитель министра сельского хозяйства, который с берегов Японского моря прямиком к нам. Алексей Игоревич, здравствуйте. Вы к нам, можно сказать, с корабля на бал. Или нет, не с корабля, а с самолета. Вы буквально недавно приземлились. Были во Владивостоке, где прошли дни Республики Беларусь. Что вкусненького в этот раз привезли в Приморский край? Знаете, целую неделю в центре Владивостока на главной площади была развернута белорусская экспозиция, где были представлены и образцы техники машиностроителей. Но, конечно, самое вкусное и интересное для простых жителей этого дальневосточного региона это была экспозиция и торговля, где была организована, и представление продукции, дегустационные всякие мероприятия. Это представила наша мясомолочная промышленность, хлебобулочные, кондитерские изделия. Более 11 предприятий участвовали и, конечно, жители Владивостока смогли по достоинству оценить белорусскую продукцию. Мы там уже присутствовали и до этого, но именно это мероприятие было направлено на то, чтобы жители смогли попробовать товар. Конечно, эффект от этого мероприятия будет, я думаю, просто взрывным. И мы увеличим объемы поставок в разы в этот дальневосточный регион. Я видела некоторые фотографии в интернете, и на этой ярмарке за некоторыми продуктами как будто и очереди были. Вот поделитесь своими наблюдениями, что было в топе, в таком кулинарном топе у жителей Владивостока? Мы, знаете, начали поставки, вот именно в прошлом году в Приморский край, значительных нарастив на 60-63%, и поставили продовольствие более чем на 2,1 миллиона долларов. Самая большая группа товаров, объемная, была молочная продукция. И вот на этой ярмарке мы тоже представили и «Бабушкина Крынка», и «Кобриский маслосырзавод», они представили свои товары в широчайшем ассортименте. «Бабушкина Крынка» представляла сыно-молочную продукцию. Сыры, масло и другие товары, которые они производят, у них очень большой ассортимент. «Кобрин» представил именно специализированные элитные сыры, твердые группы, супертвердые группы товаров, такие как «Монблан», такие как «Пармезановая группа товаров» и другие, «Раклет», которые они производят, очень знаменитый сыр. Поэтому в каждом сегменте мы пытались показать и дать, не только продать, просто как в магазине, а наши представители объясняли, как его кушать, как его употреблять. Те же, например, элитные сыры, может быть, не все знают. И люди, пробуя, например, приходя туда в понедельник, купив немножко сыра, уже во вторник приходили опять. Потом приходили еще и спрашивали, где можно купить еще в магазине здесь, в Владивостоке. Но вот именно специфика этого мероприятия была в том, что мы особый упор сделали на мясопродукцию. Потому что в прошлом году ее было гораздо меньше в поставках. И приехало 4 крупных мясокомбината, и они показали всю свою линейку товаров, конечно, особенно это колбасные изделия и готовые продукции, которые мы реально удивили. Потому что приморцев, они приходили и очередь стояли. И даже вот в палатках, где торговые места были, просто не успевали обслуживать. Население выстрелилось в большие очереди. И это изо дня в день. Там прошел еще и в рамках дней Беларуси во Владивостоке прошел еще и бизнес-форум. Так вот, удалось заключить какие-то новые контракты? Да, действительно. Успех бизнес-форума был налицо. Он состоял из двух частей. Первое, конечно, каждый из приехавших заместителей министра представил отрасль для бизнес-сообщества, которое там собралось. А это более ста компаний, которые присутствовали на этом форуме в большом. И потом би-тубе-переговоры. И контракты, они заключались и новые в том числе. Но мы там уже имели контракты, и мы их просто пролонгировали. И самое основное это расширяли ассортимент продукции и увеличивали объемы. Вот в частности провели очень хорошие переговоры с двумя крупнейшими сетями, которые охватывают не только Приморский край, но вообще весь Дальний Восток. Это Самбери и Реми. Кроме того, увеличивается взаимодействие с локальными сетями, такими как белорусский фермер, таких сеть магазинов есть. Белорусский ГОСТ, такая тоже небольшая сеть магазинов есть. Поэтому в этих направлениях мы добились успеха. В денежном выражении. В денежном выражении за 8 месяцев текущего года мы уже достигли прошлогоднего уровня. 2 миллиона долларов. Это 34% больше, чем в целом весь прошлый год. Поэтому объемы, конечно, они будут кратно расти. Есть какие-то конкретные цифры, на которые вы постараетесь выйти в следующем году или через полгода? Вы знаете, мы в целом, если говорить о Приморском крае, то таких цифр как бы планово мы не ставим перед предприятиями. У нас есть задания, которые определены по Российской Федерации. Мы стараемся сохранить тот объем, который у нас был в прошлом году с небольшим увеличением, чуть больше 100%. Такой же объем будет планово и на Приморский крае. Но он уже показывает динамика, что он уже будет больше. Мы уже увеличим эти объемы. А в целом, вот если, например, брать экспорт за 8 месяцев текущего года, то мы уже наторговали в мир на 4,1 миллиона долларов США, на 10,8% больше, чем в прошлом году. И планируем по итогам года превысить цифру в 6 миллиардов долларов белорусского продовольственного экспорта. Мы уже затронули тему экспорта белорусского продовольствия. А новые партнеры в этом году у нас появились? Ну, это такой процесс, который постоянно кто-то прибывает, кто-то убывает. Безусловно, эти партнеры есть в каждом регионе. Мы лишний раз убедились, может, в этот визит во Владивосток, сколько ты ВКСов, то есть видеоконференции не проводи, пока сам не приедешь, лично не посмотришь в глаза партнеру и достичь договоренности, то это будет действительно сложно развивать. И вот яркий пример. До этого велись переговоры, например, теми же брещанами с своими дилерами в Приморском крае организовать там некое выносное производство. И только сейчас достигли нового вообще развития событий. Договорились о чем? О том, что Кобринский маслосырзавод будет поставлять во Владивосток своему дилеру сухие смеси для производства мягкого мороженого. А дилер покупает фризеры, то есть такие вот, знаете, аппараты, которые наполняешь стаканчик с мороженым жидким. И расставляют бесплатно по всем торговым сетям во Владивостоке. И таким образом мы не поставляем сырье какое-то, мы поставляем конечный непосредственно продукт в новом формате в торговые сети для Владивостока. Но если с Россией все более-менее понятно, и вкусы у нас во многих сферах совпадают, это касается не только сельского хозяйства и продовольствия, но и даже политики и экономики, то с западными партнерами каши пока буквально не сваришь. Они вводят против нас санкции, угрожают новыми. Так вот, насколько опасны и страшны эти западные санкции для белорусского сельского хозяйства? Стоит нам их бояться? Сколько бы там какие-то мнимые партнеры, как их принято называть, не угрожали нам, особенно сельскому хозяйству, ничего они не смогут с нами поделать. Белорусы не из тех простачков, которые подняли лапки и кому-то сдались. Мы давно уже диверсифицировали наш внешнеторговый пакет таким образом, чтобы невозможно было какой-то стране против нас что-то сделать. И, конечно, никакие санкции нас не повлияют. Даже кроме того, скажу, что вот опять же мы видим статистику, на 43% выросли поставки белорусского продовольствия в Евросоюз. А 43% в этом году? Кажется, так санкции должно было быть темнее. Санкции санкциями, а кушать хочется всегда. Тем более качественный продукт. Евросоюз очень жесткий, там тоже очень жесткие правила к ним поставить очень сложно. Но если белорусы поставляют продукцию в этот непростой регион, санкции какие-то есть, значит, он действительно классный, значит, он действительно качественный, безопасный и он нужен потребителю. И мы работаем в этом направлении. Но кроме Евросоюза мы давно уже стараемся наш вектор перемещать в другие регионы, на страны СНГ. И особенно сейчас мы активно развиваем азиатское направление. И вот Китай, опять же таки, вырос на 40% по уровню прошлого года. И мы уже 216 миллионов долларов поставили. А в прошлом году было за весь год всего лишь 255. Поэтому растем и там. То есть ни пандемия, ни санкции нашим продуктам не страшны. Не страшны. Алексей Игоревич, спасибо и плодоторно вам работаю. Спасибо большое. С бизнес-визитом в Приморье побывала и генеральный директор Бобруйск-Агромаш Надежда Лазаревич. Топовые модели белорусского производства показали на выставке. Всего же в портфолио предприятия более сотни образцов техники. Как итог, деловое рандеву на Дальний Восток обернулось подписанием договоров и новыми планами поставок на полмиллиона долларов. Юлия Артюх встретилась железная леди нашей промышленности. Надежда Анатольевна, вы являетесь руководителем целого холдинга, в состав которого входит 6 предприятий. Это центральная площадка, это основной завод, где делается уже финальная стадия сборки машины. Но в целом по холдингу работает 2800 человек. Средняя заработная плата по центральной площадке 1200-1300 белорусских рублей. Хороший период в сентябре достигает 1500. Вы знаете, те, кто хотят зарабатывать, они имеют здесь возможность это сделать, потому что, например, сварщик, который выходит сверхурочной, работает и выходные по необходимости, по нашей просьбе, у него средняя зарпата может достигать и 2000-2500. Поэтому тут уже зависит от каждого человека. Хочешь заработать, ты имеешь возможность на предприятии это сделать. Это сварочный цех. Здесь участок сварки машин для внесения жидких органических удобрений в простонародье бочки. То есть вот здесь собирается месяц до 50 машин. Мы сейчас проработали новую технологию, мы уже их производим полностью оцинкованные. Это если потребитель желает, мы можем делать и оцинкованную бочку, и окрасочную бочку. Поэтому все, что касается машин для внесения жидких органических удобрений, это все делается здесь. А где цинкуются эти бочки? Мы делаем это на аутсортинге. В холдинге БМЗ есть один из заводов, который нам помогает оказывать услугу горячего оцинкования наших бочек. То есть вы еще даете работу дополнительно другим белорусским организациям? Конечно. У нас очень тесные кооперационные связи и с холдингом МАЗ, и с тракторным заводом. На тракторном заводе мы покупаем диски, на МАЗе мы берем ходовые системы, редуктора. То есть у нас промышленность тесно связана, каждый завод связан друг с другом. По объему продаж, что скажете, выросли, уменьшились? Ну, за два года нам есть чем гордиться. И за прошлый год у нас объем производства вырос на 120%, а экспорт мы приросли на 150% к 140% прошлого года. Можно попробовать поработать здесь. Мы находимся в механосборочном цеху. Здесь работает 300 человек. В цех работают три смены. Здесь делаются все наши механообработки. Потому что у нас локализация собственная, собственная компетенция. Мы сами собираем машины от заготовительно-прессового, сварочного, механосборочного и потом сборка. Мы с вами увидим потом уже на финише готовую машину. То есть полностью производственный цикл идет здесь. Совсем недавно телеграм-каналы призывали к забастовкам. Как у вас обстоят дела? Ну, мы за два года очень хорошо приросли в объеме производства. И люди видят, что действительно промышленность в Республике Беларусь развивается. Когда у них растет заработная плата, растет хорошо социальный пакет. Они понимают, что техника их нужна и востребована. То, что они делают, зачем им поставать? Мы здесь с людьми... Конечно. Всегда общаетесь, всегда рядом. Я считаю, что самая главная функция руководителя, что он может посмотреть любому сотруднику в глаза и увидеть ответную реакцию. Понимаете? То есть если вот я иду, от меня человек прячет глаза и ему нечется, оно его говорит, значит я что-то сделала не так. Мы ходим в цеха, мы работаем. По-другому мы бы не смогли увеличить, наверное, объем производства в два с половиной раза за эти два года, если бы мы не слушали и слышали людей. В прошлом году за два года мы получили около семи миллионов долларов США и приобрели станки. Один из них, вот, пожалуйста, этот станок, он уникален в чем? Что мы, взяв заготовку, ставим его, включаем программу и за 12 минут мы получаем уже готовое изделие. Раньше мы это делали целым участком больше десяти станков в три смены для того, чтобы выполнить объем производства. Мы сейчас находимся в цеху сборки, здесь собираются наши, ну, наверное, базовые машины, это наша гордость. С чего вообще начинался Бобруска Громаш? Это пресс-подборщики. Мы ежемесячно отгружаем около 400 машин либо машинокомплектов отгружаем в России и в Казахстан только одних пресс-подборщиков. Может, вы сказали Казахстан. Казахстан – это наш второй рынок по экспорту. Мы поставляем туда около десяти миллионов долларов США ежегодно техники. Наши пресс-подборщики занимают 80% на рынке только работает Бобруска Громаш. То есть мы можем с гордостью сказать, что наши пресс-подборщики в основном закрывают все потребности Казахстана. Все, что касается наших кормораздатчиков, прицепов, бочек для вывоза жидких органических удаврений – это уже новая наша линейка, которую мы тоже уже начинаем поставлять в Казахстан. Также мы, может быть, не так хорошо, как хотелось бы, но работаем в том числе и с Украиной, работаем с Узбекистаном, работаем с Таджикистаном. У нас есть там своя сборка небольшая, но она тоже есть. Поэтому Молдова у нас… Дилерская сеть довольно крупная. 50 стран мира у нас, три сборки и также все остальное – это готовые наши изделия, которые мы продаем через дилеров в той или иной стране. Сербия, Мадагаскар, Монголия, Гвинея, Зибавве. Это вот подтверждение тому, что мы работаем с 50 странами мира. Вот эта машина уходит завтра в Чехии. Это склад готовой продукции, да. И когда я пришла два года назад, он был заставлен, был годовой объем, стоял на складе. Сейчас, как я уже сказала, мы работаем по предоплате, мы работаем с клиентами быстро и у нас складских остатков нет. Всего лишь 20% складских остатков остаются по итогу на отчетную дату. Да, техника произведена и сразу отгружена. В месяц мы отгружаем около 5 миллионов долларов США. Только с этой площадки произведены техники в месяц. Железная леди нашей белорусской промышленности. Полдня в Бобруйске, потом в Минск, потом можно опять в Бобруйск. Сегодня вот у нас такой день. Мы должны встретиться с министром промышленности определенного региона Российской Федерации по переговорам. Поэтому едем с вами сегодня в Минск. Иногда мы можем поехать и в Воршивь, и в Брест, и в Малазичную. У нас заводы рассредоточены по всей территории Республики Беларусь. Ну и как руководителя холдинга я стараюсь хотя бы раз в квартал, раз где надо более часто, где больше внимания нужно уделять, ездить по этим предприятиям, чтобы они тоже чувствовали твердую руку руководителя. Встреча с холдингом, она будет направлена первая на возможности агрохолдинга и желание агрохолдинга создавать совместное производство, локализовывать производство для того, чтобы увеличить объем выпускаемой продукции. Конечно, сформировать потребность для наших сельскохозяйственных предприятий в технике, которая производится этим холдингом. Выпуск продукции, которая занимает холдинг, она соответствует всем мировым качествам. Поэтому и самое главное – это доступная цена. То есть научились производить качественно, делать по хорошей цене. Здание Дома правительства, кстати, уцелевшее после войны, но и нынче здесь готовы бороться с тем, кто воюет. Пускай и экономическим оружием. С понедельника у депутатов Палаты представителей началась сессия. Поводов собраться много. Тужую тему финансовых и экономических ограничений на неделе подняли. Напомним, в Беларуси планируют ввести тюремный срок за призывы к санкции. За это может грозить до 12 лет тюрьмы. Причем мониторить будут везде. Твиттер, Фейсбук и другие соцсети тоже считаются. Изменения в уголовном кодексе депутаты приняли в первом чтении. Вообще осенняя сессия началась бодро. Еще один стратегический документ рассмотрели в овальном зале. Это законопроект об изменении Конституции. У нас появится единый день голосования. Это значит, что выборы в парламент и местные советы депутатов будут проходить одновременно. А вот соглашение между Беларусью и ЕС о реадмиссии приостановлено. Эксперты подчеркивают, что это временно и такой шаг наш ответ на недружественную политику Европейского Союза. Напомню, в рамках этого соглашения Беларусь должна была принимать обратно своих граждан и иностранцев, которые через нашу территорию незаконно попадали в ЕС. Как ни странно, но ситуацию в Беларуси параллельно обсуждали еще в одном парламенте – европейском. Этих депутатов тоже волнует, как мы живем, только от их волнений нам хуже становится. Но в этот раз все-таки здравый голос пробился через бесконечный поток обвинений и угроз в наш адрес. Молодой депутат из Хорватии призвал наконец-то отвлечься от Беларуси и подумать, как решить проблемы в самом Евросоюзе. Мы говорим о протестах в Беларуси, прошедших год назад, но мы не видим протестов в наших собственных столицах. Пострадавший в протестах в Минске для нас важнее, чем истекающий кровью протестующий в Берлине или Париже. Если так будет продолжаться, то мы можем выбросить все наши конвенции и резолюции о правах. В Европе еще и особо трепетно относятся к свободе слова и свободе прессы. Известно, как эти свободы в кавычках защищают по всему миру. Но, видимо, не все в ЕС эти понятия разделяют. В Польше на границе задержали корреспондентов, которые снимали материал о миграционном кризисе. В полиции уверены, что они были недостаточно обозначены. Но, возможно, журналисты просто перешли черту, где свобода слова заканчивается и начинается какая-то другая свобода. Впрочем, это всего лишь догадки. Среди задержанных журналист агентства «Франс Пресс» в Варшаве и два журналиста французско-немецкого телеканала. В суд их доставили в наручниках из соображений их собственной безопасности и безопасности сотрудников полиции. Тем временем, ситуация на западных границах Белоруссии остается напряженной. Всю неделю польские и литовские пограничники доставляли к нашим рубежам нелегалов. При этом делали это под давлением с применением силы. На преступления толкают даже детей, заставляя нарушать госграницу. А 5 октября и вовсе перешли границу человечности. У белорусско-литовского рубежа обнаружили труп молодого мужчины. И пока ЕС закрывает на это глаза, наша страна предлагает все усилия, чтобы помочь иностранцам. Их истории выслушал Александр Дбриян. Плачущий от бессилия, стоящий на коленях мужчина. Кадры, полные боли, на этой неделе облетели весь мир. Троих сирийцев избили и буквально вышвырнули из Польши только за попытку просить убежище. Находящихся на грани смерти людей спасли белорусские пограничники. Спустя всего несколько дней уже на литовском направлении предотвратить трагедию не удалось. Гражданин Шри-Ланки Ригаван Кирушантан был найден мертвым в 500 метрах от государственной границы. Следователи опросили местных жителей. Для установления точной причины смерти назначили судебно-медицинскую экспертизу, производство которой поручили Государственному комитету судебных экспертиз. По данному факту Брасловским районным отделом Следственного комитета проводится проверка. Пока официальные структуры Евросоюза пытаются не замечать вопиющее нарушение прав человека, на улицах польских городов все громче звучат недовольства. Настоящим символом протеста стали дети из Михайлова. Из этого польского населенного пункта недавно выслали группу из 20 человек. Среди них и несовершеннолетние. Их судьба неизвестна. Фотографии детей, искавших лучшую жизнь в Польше, на заседание Сейма взяли депутаты, услышавшие голос своих избирателей. Это один из тех грозных воинов, которым вы отказываете в помощи убежища, которых вы не хотите нам показывать. Она и другие дети будут проводить ночи напролет на холоде без воды и еды. Я смотрю на эти фотографии и вижу детей возраста моей дочери, моего сына. Это курдские дети. Это не наши враги. Это люди, такие же, как мы. Их жизни не менее ценные, чем моя или ваша. О ситуации на границе на этой неделе говорили и в белорусском парламенте. 4 октября в Палате представителей открылась шестая сессия седьмого созыва. В начале своей работы парламентарии заслушали доклад министра МВД Ивана Кубракова. Правоохранителями полностью ситуация контролируется. К нам обратились за помощью 368 беженцев. Помощь им полностью со стороны государства всем абсолютно оказывается. На сегодняшний день созданы специальные пункты оказания помощи беженцам. Это на территории Витебской и Гомельской области, где им оказывается вся необходимая как материальная, так и психологическая помощь. Марзяя Наджафи с сыном Сино в Беларуси уже два месяца. Покинуть Иран семье пришлось по религиозным мотивам. Я не могла больше терпеть это исламское государство. Я приняла христианство и была вынуждена уехать из Ирана. Иран – это исламское государство, и за смену религии меня должны были повесить. Я посещала домашнюю церковь, нас поймали, арестовали, и я решила уехать из Ирана. Все туристические агентства этим занимаются, требуют много денег за то, чтобы вывезти людей из Ирана. Марзя признается. Долго раздумывать не приходилось. На кону была жизнь. За визу и доставку в одну из стран ЕС пришлось заплатить 7 тысяч евро с человека. В результате женщина оказалась в Беларуси один на один с неизвестностью. Ни денег, ни виз, ни паспортов. Тот, кто решил заработать на непростой жизненной ситуации, в какой-то момент просто перестал выходить на связь. Евросоюз поступает неправильно. Они должны помогать. Эти люди здесь не просто так. У них обязательно есть какие-то проблемы. Допустим, из Ирана люди убегают от жесткой исламизации. Из Афганистана тоже понятно почему. Все, кто может, должны помочь. Я сейчас хочу выучить язык, чтобы найти работу. Работать и жить здесь, в Беларуси, если, конечно, мне предоставят статус беженца. В Гумеле вместе с Марзей и ее сыном решение по вопросу о предоставлении статуса беженца сегодня ожидает 31 человек. Граждане Ирана, Ирака, Сомали, Нигерии и Конго. Если сравнивать с ситуацией, которая у нас была в 2014 году, то у нас наплыва не ожидается. И мы его не наблюдаем. На сегодняшний день у нас ситуация стабильная и управляемая. Мы работаем в штатном режиме, и какого-то сверхнаплыва, обратившихся с ходатайством, у нас нет. Безусловно, мы стараемся, чтобы у них сформировался положительный имидж о нашей стране. И, наверное, немаловажно, чтобы им вернулось чувство востребованности в обществе. Созданная в Беларуси инфраструктура – образец выполнения взятых на себя международных обязательств. Это не однажды подтверждали в том числе и иностранные эксперты. Те, кто сегодня в лучшем случае предпочитает хранить молчание. Кризисный центр для беженцев в Гомеле появился в 2008 году. С тех пор он стал временным, но надежным домом для сотен иностранных граждан. Здесь, как нигде в другом месте, ощущается пульс планеты. Каждый новый вооруженный конфликт на континенте здесь отмечается новой волной поселенцев. Восток Украины, Сирия, Афганистан. Здесь живут те, для кого название горячих точек – часть собственной личной истории. За минувшее десятилетие Наталья Мазенина и ее коллеги принимали граждан 26 стран. Сегодня центр заполнен на 100%. Есть и семьи, побывавшие на границе Евросоюза. Правда, далеко не все готовы говорить от пережитом. Побороть стресс, страх и неизвестность помогает простое человеческое внимание. Наш центр находится рядом с поликлиникой, школой, детский сад. То есть наши иностранные граждане, ходатайствующие в статусе беженцев, они пользуются всеми услугами, всеми и школой, и детским садом. Они могут вызвать надо врача, они могут вызвать скорую помощь. То есть они, получается, как белорусские граждане. Им только не хватает чуточку тепла и знания языка. Процедура получения статуса беженца с учетом возможной апелляции занимает до 9 месяцев. Все это время люди окружены вниманием. Юристы, психологи, социальные работники помогают пережить непростые моменты. Хусейн и Мариам Хедерипур с четырьмя детьми прибыли в Беларусь 14 сентября. Иранская семья все еще не верит в то, что они в безопасности. Подробности своей истории не раскрывают. Просто говорят, другого выхода у них не было. Оказавшись в нашей стране, сразу решили просить официальный статус. Отправляться нелегалами на границу, зная о бесчеловечном подходе литовских и польских властей, сочли безрассудным. В Иране это передавалось из уст в уста. Плюс реклама в Инстаграм, что можно попасть в Европу через Беларусь. Уже в Минске были граждане из Ирака, Сирии и даже Ирана, которые предлагали нас за деньги перевезти через границу Литвы. Но мы не согласились. У нас не было цели стать нелегалами. План был такой, приехать в Беларусь, а потом ходатайствовать в организацию ООН и так легально попасть в Европу. Их дети в тепле и безопасности. Кризисный центр, хоть и не пятизвездочный отель, но по сравнению с тем, что могло ожидать их в случае, согласись они, на авантюру с нелегальным пересечением границы, это почти рай. Как ни прискорбно, но на горе людей прямо сейчас кто-то строит свой кровавый бизнес. Только за эту неделю польские силовики задержали полтора десятка человек, задействованных в трафике нелегальных мигрантов. Среди них поляки и выходцы из арабских стран. Ни одного белоруса. Но вопреки здравому смыслу и в угоду западным политикам основным виновником происходящего официально назначена именно Беларусь. Говорить о двойных стандартах и извращенной логике давно бессмысленно. Единственный выход – просто оставаться людьми. Александр Добриян, Виталий Распопов, Неделя, СТВ. Пока Европа занята борьбой с нелегалами, батареи в домах у законных жителей Старого Света предательски не хотят теплеть. На фоне подорожания газа уже позади порог в 1200 долларов за тысячу кубометров исторический максимум обновил и уголь. Охолодить рынок пока не получается. Во Франции с января тарифы на газ выросли на 60%, в Германии на 30%. Так что зима для европейцев точно будет холодной. Напомню, для Беларуси цена на газ сохранится на уровне прошлого года чуть больше 128 долларов за тысячу кубов. Как пережить газовый шторм? Волнуются и в Украине. Хватит ли запаса топлива? Решит минус за окном. Вообще переохлаждение негативно влияет на человека, а у некоторых украинских политиков в последнее время зрение и так упало. На Беларуси они смотрят глазами с запада и зачастую видят то, чего просто нет. Но не все украинцы согласны с таким видением ситуации. На неделю в нашу страну приехали бывшие депутаты Верховной Рады, чтобы все увидеть своими глазами. Гости отправились в регионы на разные предприятия впечатлениями и мнением о том, как будут развиваться двусторонние отношения. С нашей Юлей Стрига поделился бывший спикер Верховной Рады, политики и общественный деятель Украины Александр Мороз. Александр Александрович, много ли сегодня в Украине политиков, да и просто граждан, которые придерживаются и поддерживают стратегию Владимира Зеленского, которая направлена в нашу сторону? Владимир Зеленский у нас все любит. Отдали за него 73% голосов. Хотя надо сказать, что при руководстве Порошенко любой бы выходил так и имел бы такой процент, потому что это было антипорошенковское голосование. Но что-то говорить о нынешнем руководстве я не могу каким-то образом дискриминировать его, что ли. Но проблема, которая у нас существует уже давно, связана и с этим властным режимом, и с предыдущими, и еще предыдущими, это внешнее управление. Избавиться от него надо, и мы посмотрим, и Зеленский был бы другим и так далее. А вы не считаете, что вот эта любовь к Владимиру Зеленскому может пошатнуться вот сейчас, если говорить об этом скандале, об офшорах? У нас более 300 человек имеют сегодня свои счета в офшорах. А я, например, сторонник того, что наличие счета в офшорах должно быть криминальным преступлением. И за это надо наказывать. Серьезно, тогда была бы другая ситуация в стране. Сколько там, скажем, навету, фейка, сколько истины, я сказать не могу, я следствия так и не проводил. Но то, что есть много проблем в Украине, которые связаны с коррупцией и так далее, это же не только мы говорим, не только те, кто объективно отстаивает интересы Украины, но и зарубежные партнеры говорят о том, что наведите порядок в себе, в конце концов. Поэтому я знаю, как навести можно порядок. Продолжения, в том числе и президенту, к сожалению, они не доходят иногда или часто. Как вы думаете, как будут в дальнейшем устраиваться отношения между Белоруссией и Украиной? Объективно, у нас нет других перспектив, кроме очень добрососедских, добрых отношений между Украиной и Белоруссией. Это объективность. Это даже руководители не смогут разрушить. И новости последнего часа все с той же Украины. Противники действующей власти собрались возле государственной резиденции Владимира Зеленского, где устроили акцию протеста. Как сообщают СМИ, в Киеве колонна из нескольких сот автомобилей этим вечером начала автопробег резиденции главы государства. В то же время рядом с этим объектом уже начался митинг, недовольный их политикой украинских властей. Его участники говорят в микрофон, произносятся и оскорбления в адрес Зеленского. Возле резиденции находится большое количество полицейских, бойцов нацгвардии. Рядом припарковано множество полицейских машин. Тем временем на неделе глава государства встретился со спецпосланником президента Венесуэлы. Эта страна – наш давний и проверенный партнер. Фундамент сотрудничества заложили еще во время Угачависа. Его с нашим президентом связывали личные отношения, и это, безусловно, сказывалось на взаимодействии. Сейчас самое время вспомнить былое, а это совместные проекты в промышленности, строительстве, нефтянке и продолжить в том же духе. Мы полны решимости в этом направлении действовать. Думаю, настало время подвергнуть ревизии наши отношения и выстроить еще более сильные отношения. Это странно, что мы имеем в торгово-экономической сфере такого уровня отношения, при том, что все, что есть в Венесуэле, надо Беларуси. То, что есть в Беларуси, нужно в Венесуэле. Нам, Адам, нужно выстроить план возобновления наших интенсивных отношений и реализовать его в ближайшие 2-3 года. На момент начала нашего сотрудничества наиболее знаковым проектом можно считать индустриальный комплекс в штате Баринос. И наша основная цель – обеспечить перезапуск этого комплекса, на площадях которого производятся тракторы, грузовые автомобили и дорожная техника. Мы рассчитываем произвести перезапуск агрогородков и вдохнуть новую жизнь в эти начинания. Перспективными же проектами, которые рассматриваем можно считать гурно-рудную отрасль и технологический сектор. На неделе общую повестку Александр Лукашенко по телефону обсудил с Владимиром Путиным. Среди тем – экономическая интеграция, подготовка предстоящих саммитов. Скоро Минск будет принимать Высший Евразийский экономический совет и совет глав государств СНГ. А на ноябрь запланирован Высший госсовет союзного государства. Как запятая меняет смысл порядка слов «казнить нельзя помиловать». Почему работа журналистов сейчас под лупой? Кто пытается дать неправильное определение самой древней профессии? Почему желтая пресса становится черной? И как не путать фронт в информационной войне? Завтра в вечерний прайм-тайм на площадке ток-шоу по существу развернется жаркая дискуссия. Не пропустите, включайте СТВ и смотрите единственное в стране шоу в прямом эфире в 18.30. Тем временем ведущие ток-шоу по существу присоединились к акции «Чистый лес», которая прошла в Белоруссии и собрала около 40 тысяч человек. Кирилл Казаков озеленял нашу столицу, а Ален Сырова отправилась с профильным министром на лесную зачистку. И между делом поговорила о зеленом векторе экономики. Белорусы вдруг забеспокоились в преддверии зимы, что может возникнуть нехватка дров. С чем это может быть связано и откуда вообще такие разговоры? Потребление дров в этом году населением в сравнении с прошлым годом оно выросло на 25-30% само потребление. Мы можем это связывать, но общаясь с теми же людьми, что есть некое понимание того, что прошлая зима была более суровей, чем обычно. Мы актуализировали все договора с топливоснабжающими организациями, пошли на увеличение. Плюс мы оперативно организовали работу техники, потому что в основе своей-то стояла проблема не в дровах, а в их привозке дров. То есть организовали работу техники в выходные дни. И мы уже видим и по нашим социальным сетям, по нашим прямым линиям, мы же общаемся в том числе и в регионах, что абсолютно напряжение снято. А по стоимости? Если ты имеешь бензопилу, имеешь силу, то стоимость дров в районе 15-20 копеек за кубометр. Иди заготовь сам. И мы эту альтернативу людям даем. Второй путь гуртопа. Это будет стоить не дороже 30 рублей за один метр кубический. Это самый удобный вариант. Это я хочу дрова, привезите их мне. Почему ведь произошло вот такое легкое, на мой взгляд, недопонимание, и в отдельных случаях разбалансировка системы, ввиду разницы в стоимости, у особо предприимчивых людей появилось желание все-таки купить за социальную тему подешевле. И тут же из этих дров сделать продукты и реализовать ее на экспорт. Планируем ли мы увеличивать экспорт древесины за рубеж? Да, действительно, рост цен, я бы сказал, наблюдался. Пик уже пройден. Уже идет своего рода откат по цене. Это по цене вне нас. Поэтому максимальный заработок у нас уже был. Если мы говорим о росте пиломатериалов, то внутри страны здесь очень все понятно и просто. Президент запретил, первая мера была, президент жестко достаточно, для нас это было чувствительно, запретил экспорт круглой древесины. Но подождите, вы поговариваете, что вы все равно продаете составами целыми, вывозите эту круглую необработанную древесину? Пока у меня голова моя, лично, на моих плечах. Несколько лет назад мне президент сказал, если хоть один куб древесины в круглом виде выйдет за пределы республики, персонально отвечаешь головой. Поэтому я абсолютно ответственно заявляю, что ни одного куба древесины со страны не вывозится. Более того, мы сегодня говорим о том, что уже доска это полуфабрикат, и его тоже не нужно вывозить. Далее мы уже понимаем, что у нас достаточно большой объем щепы экспортируется ежегодно, и это миллионы кубов. И мы уже подошли к принятию решения, сейчас уже отрабатываем его со всеми заинтересованными, это введение, по сути, ну, если хотите, заградительных пошлин даже на вывоз щепы, чтобы они перерабатывались на наших производствах. Но экспортировать все-таки сколько рассчитываете в этом году сырья? Какие объемы? Мы сырье не экспортируем. Мы экспортируем сегодня палетную заготовку, мы экспортируем сегодня пиломатериал. И если мы говорим о девяти месяцах, то у нас экспорт доски к уровню прошлого года снизился на 5%. Но на фоне этого у нас поднимается все-таки потребление внутри страны. Мы больше уходим во внутренний рынок. Я говорю об организациях Министерства лесного хозяйства. Активно поднималась тема о том, чтобы производить вот эти топливные пилеты. Мы эти заводы построили достаточно оперативно. Если говорить про отрасль, их у нас уже работающих более десяти. Все больше и больше на пилеты обращают внимание и наше население. И это своего рода некая альтернатива газу, в том числе для отопления собственных домов, небольших производственных помещений. К слову, в отрасли уже в ближайшее время мы переведем все наши котлы, которые отапливают небольшие производственные помещения, на пилету. Сколько сейчас рыночная стоимость этих пилет, знаете? Действующие контракты от 75 евро. Площадь белорусских лесов уменьшается или увеличивается? Увеличивается. Увеличивается лесистость в Беларуси. Поэтому здесь достаточно тоже все благополучно. Не люди беспокоятся. Вот знаете, даже с кем мне доводилось общаться, говорят, вон, у меня соседнюю делянку вырубили, никогда не рубили. Там же здоровый лес был. Значит, 100% его вырубили для какого-то своего корыстного интереса. Ну, с корыстным интересом у нас здесь тоже достаточно жестко все. Мы должны понимать одно с вами. Лес имеет возраст, после которого идут естественные процессы распада. Мы должны приходить и вовремя снимать урожай. Если лес к этому времени не вырубить, начнутся, как у нас, как мы это называем, естественный распад древостой. Мы просто его потеряем. Да, страна потеряет деньги. Наши люди потеряют работу, зарплату и так далее. Да, вырубка растет, но она растет на принципах неистощительности и научном обосновании этого всего. Отдельные, скажем, члены нашего общества, да, говорят об отдельно взятом участке леса. Волнуют, что-то незаконно вырубили, да. Приходи, мы там для вас устроили дни, тебе откроют талмуд, покажут, расскажут. У нас сегодня весь лесной фонд, он нацифрован. Отпуск древесины производится с фиксацией географических координат, с полной идентификацией, кто отпустил, с формированием электронного провозного документа, со всеми вытекающими. Конечно, это и плюс в части принятия управленческих решений. Мы сегодня онлайн видим все перемещение древесины. ЕГАИС, если серьезно говорить, но это, скажем, более такой, более большой продукт. Она запущена в эксплуатацию в конце августа. Ну, где-то порядка миллиона долларов мы будем экономить ежегодно, да. Это вот минимальная цифра только на упрощении и на автоматизации бизнес-процессов. А если говорить о серых зонах, принимая во внимание информацию комитета госконтроля, они ходят чуть под другую сторону, да. Мы видим белое, мы производственники, они видят другую сторону медали. То, слушайте, ну, там достаточно большие цифры перемещения древесины в нарушении законодательства. Поэтому эти цифры, они могут вырасти в разы. Это неделя на СТВ. Мы работаем в прямом эфире и продолжим. На неделе в Беларуси объявили обязательный масочный режим и социальное дистанцирование. Пока наказывать за нарушения не будут, но обещают пристально следить. Тем временем в Центре психического здоровья выяснили, что белорусы стали спокойнее относиться к ковиду. Да, без паники, но и расслабляться рано. Вирус стал коварнее и жестче под ударом даже те, кто еще не успел сделать первый вдох. Только в 1-м Егилевской больнице в реанимации 5 новорожденных с диагнозом пневмония. Один из малышей на аппарате ИВЛ. Дети родились у мам, которые болели ковидом. Как медики стараются обезопасить беременных и есть ли кокон, способный защитить новую жизнь. Юлия Мычика пообщалась со специалистами. В коридорах женской консультации Могилевской центральной поликлиники практически пусто. И такая обстановка выглядит непривычно. С начала пандемии отделение работает в новом режиме. Для беременных отдельный вход, маршрут только по чистой зоне. Чтобы женщина не ходила по процедурным кабинетам, забор крови и ультразвуковая диагностика организованы тут же. Прием по предварительной записи и строго по времени. Для беременных женщин сокращены явки только по необходимости. Очень много мы работаем с беременными женщинами в настоящее время по телефону. То есть уточняем ее самочувствие. Сообщаем, какие необходимо на данный момент пройти обследование. Тем не менее протокол клинический, который должен быть выполнен, выполняется в полном объеме. Медики в женской консультации теперь делают десятки звонков в день. Говорят, что порой чувствуют себя телефонистками. Но сегодня это единственный выход. Организовать работу отделения так, чтобы оградить будущих мам от вируса. В интересном положении у женщины и без того немало волнений и страхов. Когда беременную ставят на учет, теперь сразу дают в телефоны женской консультации. Все, что можно решить в телефонном режиме, решают. Алло, Яна Александровна. Здравствуйте, это женская консультация вас беспокоит. У вас на понедельник плановая госпитализация. Смотрите, вам нужно прийти завтра с 9 до 10 и сдать анализ на ковид в 203 кабинете. С распространением дельта-штамма беременные женщины стали болеть чаще и тяжелее, отмечают врачи. Но почти каждая будущая мама уверена, что ее это не коснется. К вакцинации даже небеременные пациенты женской консультации относятся скептически. Аргументы разные, озвучивать их на микрофон дамы не решаются. А вот без камеры охотно делятся своими убеждениями. А чего вы конкретно боитесь, что что-то пойдет не так? Ну, я еще в будущем хочу и детей иметь, и я боюсь последствий, поэтому тоже не хочу. Непроверенная вакцинация. Как непроверенная? Управили от людей? Так, а сколько ее проверили? Полтора миллиарда людей. Сколько ее по времени проверили? Вот. Вот, этого очень мало на самом деле. Ее надо проверять в годах, как минимум. Но на ком проверять тогда, как вы говорите? Ну вот, иначе другие люди пускай проверяют на себе? Так люди, вот именно, что ее проверяют, она на людях. А на ком надо? Тут подождите, клинические испытания прошли уже на людях. А сейчас прививают людей. Уже все клинические испытания прошли. Я не хочу спорить с вами. Нет, спорить не надо. Вы же не профессионалы. Но если что-то случится, вы все равно придете к медицину. На другом конце города, в первой Могилевской больнице, врачи 24 на 7 борются за жизнь не только мам, но и малышей с коронавирусной инфекцией. Ковидные беременные сюда поступают со всей Могилевской области. Почки, печень и сердечно-сосудистая система испытывают во время беременности мощную перегрузку. Вирус усугубляет ситуацию. Когда здоровья на двоих не хватает, медики вынуждены идти на крайние меры. Прерывать беременность на ранних сроках для спасения и мамы, и ребенка. Справа от меня, пациент 30 недель от женщины с гистационным сахарным диабетом, которая не была вакцинирована до беременности, не во время беременности. Женщина сейчас находится в отделении реанимации в тяжелом состоянии сама. Ее маленькая дочка у нас в отделении на аппаратной вентиляции. По рентгенологическим данным у ребенка пневмония, синдром дыхательного расстройства у новорожденного. По обследованию этот ребенок будет уточнен по статусу ковид только завтра, когда мы возьмем ему ПЦР. И с учетом этого результата мы будем уже уточнять диагноз. С самого начала пандемии врачи стремились узнать, может ли вирус передаваться от матери к ребенку. Теперь стало понятно, что да, сейчас в реанимации 5 новорожденных лежат с пневмониями. Двое из них находились между жизнью и смертью. У нас здесь новорожденный ребенок, доношенный Игорь, мама уже выздоровела, находится дома, а ребенок находится у нас. У ребенка пневмония, по поводу которой он находится на аппарате искусственной вентиляции легких. Ребенок уже с положительной динамикой. Мама в течение нескольких дней не имеет возможности видеть ребенка. Информация по ребенку передается по вайберу. Мы фотографируем этих малышей, понимая состояние женщины. Такие рисунки на экранах – дыхательные петли. Они отражают вдох и выдох ребенка. На мониторах степень насыщения тканей кислородом, число сердечных сокращений, артериальное давление. Медики здесь просто живут. И, к счастью, с начала пандемии здесь не потеряли ни одного ребенка. Из реанимации не выписывают домой. Малышей отправляют для восстановительного лечения в детскую областную больницу. Юлия Изгорок – единственная из 24 пациенток в этом отделении, кто решился на вакцинацию еще до беременности. Я сама медик. И прививки, как только появились в медике, мы первые вакцинировались. Было две вакцинации. Через 21 день была вторая вакцинация. Но у меня уже приходил период, когда нужно было повторно делать вакцинацию. Но я уже была в положении, поэтому уже ничего не делали. А если бы вам сейчас беременные предложили вакцину, которая разрешена для беременных, вы бы согласились? Да. Врачи рекомендуют родителям сделать вакцинацию на этапе планирования беременности за три недели до зачатия, чтобы создать над новорожденным кокон защиты от коронавирусной инфекции. Я призываю всех к вакцинации. И беременных женщин в том числе. Каждая беременная должна знать, что это безобидно, что это, так сказать, никаких не имеет отрицательных последствий на течение беременности. Напротив, родившийся ребеночек некоторое время будет наделен тем иммунитетом, который был у мамы. И в период грудного вскармливания также будет поддерживаться этот иммунитет. Поэтому не нужно бояться прививок. Вакцинация – это не только ответственность перед собой. Сегодня это единственная возможность позаботиться о тех, кто рядом. Вирус помолодел, стал более ранним и жестоким. И кто победит в этой коронавирусной войне во многом теперь зависит не от медиков, а от нас самих. Юлия Мычко, Василий Лосенков, Могилевская область, СТВ. В борьбе с вирусом все средства хороши, и одно из них – это, безусловно, правильное питание. О качестве наших продуктов президент еще раз напомнил на собрании Белкупсоюза. Эта структура создана для людей и имеет большой потенциал. А как развиваться? В принципе, рецепт прост – работать на совесть, заботиться о своих покупателях и больше прислушиваться к людям. Их вкусу точно можно доверять. После вашего посещения, уважаемый Александр Григорьевич, нашей хлебопекарни, народ дал свое название плетенки – Батькова булка. И хочу вас заверить искренне, что ее реализация увеличилась в разы. Сегодня люди, приходя в торговый объект, так и говорят – дайте нам, пожалуйста, ну, они говорят уже по белорусской лиласко, Батькову булку. Чтобы узнать, что особенного в Батьковой булке, мы связались с известной пекарней, где буквально в эти минуты корочка розовеет на выпечке. Итак, на связи Свислыч и тот самый пекарь, который, можно сказать, и замесил все это тесто. У вас в руках, как я понимаю, та самая Батькова булка? Это ваш новый бренд? Да, наш новый бренд, который расходится, как горячие пирожки с прилавком, их появили наши люди, эту Батькову булку. А в чем изюминка Батьковой булки? Есть какой-то секретный ингредиент? Ну, она сладкая, вкусная, здесь с добавлением сухого молока, но вкусная очень булка. Ну, изюминка, наверное, в том, что люди души сюда влаживают, это ручной труд, и поэтому изюминка, она пышная, красивая наша булка. А сколько таких булочек попадет уже завтра утром с пылу жару на прилавок? Ну, штук 300 где-то появится, разъедется по всему району, и люди будут брать. У нас люди хорошо прибыли патьковую булку. Ну, думаю, после такой рекламы продажи снова увеличатся, так что готовьте больше теста. Спасибо. Но вернемся на собрание Белокопсоюза. Президент отметил, что маленькие производства, как в Свислыче, нужно поддержать. К примеру, давать оборудование в лизинг. Одно условие – шевелиться, а то разговорами сыт не будешь. В целом, собственное производство – один из ингредиентов успеха. А еще заготовка и переработка продукции до 90% развития интернет-торговли. Много составляющих, но белорусы в первую очередь привыкли к хорошему сервису и высокому качеству продуктов. Так что нужно держать марку. Если вы не будете держать уровень сервиса, заниматься реконструкцией, обновлением магазинов и кафе, они не выживут. Современный уровень торговли очень высок. Белорусы за последние годы привыкли, по сути, к европейскому качеству услуг. И если вы хотите поддерживать достойный уровень и в малых населенных пунктах, агрогородках, то ассортимент и обслуживание там не должны отличаться от столичных. Хотя люди очень сильно бросаются в Минске, я это точно знаю, и, как тут говорили, на смаженки, и на обыкновенные булочки. Слушайте, пожалуйста, отзывы простых людей. Может, отчасти по старинке, а может, и с долей правды потребители отмечают определенную закостенелость нашей потребкооперации. Вы вот развернули здесь выставку хорошую. Я ее видел не один раз по частям, в элементах. Я всегда радуюсь тому, что вы хотите показать. Но я из этого делаю один вывод. Вы умеете делать все. Так почему вы везде не делаете это? По ходу встречи вспомнили и про гурбаж, который не отдает шубы. Звезда взяла их, чтобы продать, а прибыль поделить, но, видимо, забыла про поделить. Вся отрасль от этого, конечно, не рухнула. Звероводство выдержало даже пандемию, хотя во многих странах это испытание не прошли. Но и для этой отрасли, как и для всего Кооперационного союза, актуальна еще одна задача – приносить доход, чтобы овчинка стоила выделки. С другой стороны, и сами белорусы каждый год заполняют запасы на зиму кто чем может, но и от помощи в этом деле не откажутся. Так что автоловку ждут даже в самых отдаленных селах и деревнях. Какие деликатесы можно встретить в сельских магазинах? Оксана Семашко оценила спрос и предложение. В овощехранилищах сегодня растут, как на дрожжах, горы с живыми витаминами. Уже представили, как холодной зимой ваш дом наполняет наваристый аромат щей, а золотистой корочкой покрываются аппетитные драники. Квашеная капуста во время заболеваний людей или гриппом, или в данный момент коронавирусом расходится в больших объемах. Она востребована больше. Люди читают все теперь, ищут витамин С, а это самый дешевый витамин С и самый полезный. Чтобы в овощах до следующего лета сохранились все витамины и спитальные условия хранения. Еще каждый овощ к продажам модельных параметров. Свекла не должна превышать по диаметру 14 сантиметров и не должна быть менее 5. Поэтому сильно большие размеры нас не интересуют. Овощ должен быть таким красивым, чтобы взгляд покупателя заинтересовал и привлек. И его захотелось купить и скушать. Дело вкуса. Уверена, названия сортов вас тоже удивят. Храним ОМОН, Холобок есть такой сорт. Такое необычное название ОМОН. Да, ОМОН. Гэлакси есть такой сорт. Примечательно, что в Березино больше всего едят капусты. Особым спросом пользуются шинкованные с тмином, морковью и клюквой. К декабрю в магазинах цельнокочанная квашеная капуста. А вот, кстати, то самое место, где шинкуют овощи. Не привычным нам ручным способом, а с помощью вот такого оборудования. Нашинковали уже полные бочонки с капустой квашеной. И, кстати, уже готовы огурцы соленые. Ммм, такой хрустящий. Кстати, соленые огурцы нового урожая уже в продаже. Дары осени, что хранятся дольше, стоят дороже. Например, поздняя капуста и острый сорт лука. С чего состоит стоимость овоща нашего белорусского? Зависит это все от семян. Когда в основном фермера закупают ее. И вложенный труд. То есть и топливо, и транспортные расходы. Чтобы продукт был качественным, надо его... Ту же самую капусту надо очень часто обрабатывать. Там 5-6 надо обработать, чтобы она сохранилась и качественно легла в эти наши склады. Заходишь в магазин, а там аж блестящие эти яблоки, да, зарубежные. Но чего не увидишь, а наши? Наши яблоки меньше подвержены обработке. Вы же видите, наверное, что они иногда и поточены, и червь там. А импортные те же самые яблоки вообще там не червоточат и прочее. И можно, наверное, предположить, что какая-то часть гербицидов или какая-то химия какая-то, наверное, присутствует в импортных яблоках. Почему? Потому что даже обыкновенные, так сказать, насекомые их не трогают. Агрокомбинат Ждановичи накормить нужно всю область. Урожай собирают быстрее, чем в глубинке, на носу морозы. Помещение доверху в запасах второго хлеба, свеклы, моркови, капусты и, конечно, яблок. Если б только можно было передать через камеру их приятный аромат. Яблоки, которые к нам поступают, они отсортироваются. У нас есть также здесь и линия сокопрямого отжима. То, что яблоко идет, продовольственное, стандартное, оно идет в реализацию нашу. Что не идет, то мы его перерабатываем. О, вот молоко! И небо, что красиво! Девять дворов, порядка 20 жителей, зимой и того меньше. Вяськутин – самая настоящая белорусская глубинка. Нина Антоновна живет здесь больше 30 лет. Местный магазин закрыли, зато к самой калитке приезжают автолавкам. Постоянно все вкусное, все свежее. Вот, ну ты ж кот отбирай продукты. Хлеб покупаем, продукты эти, макароны, муку, сахар, кофе, рыбу, колбасу. Ну все, если нет своего зимой, так уже трохи свое есть там, кто заколит, кабанчика. 140 наименований товаров с доставкой к дому. Привозят даже стройматериалы, мебель, бытовую технику. Наш березинский филиал обслуживает березинские и червенские районы. 290 деревень, там где нету магазину. Значит, надо сказать, что в этих деревнях уже в основном проживает немного людей. И у нас из 290 деревень в 13 деревнях живет только один человек. 22-2 человека. Мы своих людей не оставляем. И в жару, и в холод, и когда заметет, в любом случае автолавка едет. А это лешница. Проживает в деревне уже 460 человек. Пилава клонится от продуктов со всех регионов. 90% свое, белорусское. Есть даже делькатесы, красная и черная икра. И не скажешь, что сельский магазин. Все здесь удобно, все нам нравится. Тут сегодня дешевле все, можно подойти. Что надо человеку? Тут все есть. И масло есть, и молоко есть, и овощи есть. Порошок есть. И все, и все, и все есть. А правцы молодцы улыбаются с нами. И мы поговорим с ними, они с нами поговорят. Здесь выбор, кстати, очень хороший. Абсолютно. Здесь всего предостаточно хватать. Не то, что как бы, как у нас еще есть магазин. Но как бы сюда очень приятно прийти. Всегда улыбаются, всегда рады. И цены приятнее здесь, как бы. У нас выполнены требования ребрендинга. Открытая выкладка. Каждый покупатель может подойти, посмотреть, почитать свойства. Или же какие-то другие интересуют его сведения о товаре. Можно же напрямую выбрать. Поэтому в коммерческом магазине там более закрытая выкладка. Сто лет уже кооперация работает. И, конечно, каждый раз у нас новое требование. И мы стараемся их доносить до наших предприятий. И, конечно же, выполняются нашими продавцами. Жителям деревни сегодня и в город ездить не нужно. У них все есть. Будь это магазин или автолавка, главное, говорят сельчане, не столько поход за продуктами, сколько общение и хорошее настроение. А те же пирожки, смаженки, пису, любой каприз они сами приготовят. Хватает времени и на огород, и на сытный ужин с дружными соседями. А если что, можно также заказать. И автолавка обязательно привезет к самой калитке. Мир грез и болезненных фантазий небезопасен для работников творческих профессий. Особенно если заслуги в искусстве ничтожны, а самомнение зашкаливает. Этот путь – прямая дорога к тому, чтобы на всех и все обидеться. Для таких последнее бежище протест. Но таких людей мало и кричат они о себе громче всех. Об одном из подобных персонажей расскажут Григорий Озаренок и Алена Диодина в авторской рубрике «Паноптикум». Это 10 октября прошлого года. Эшли Бэббит отмечает свое 35-летие. Всю свою жизнь она честно и преданно служила американскому государству. Воевала за него. Но наступили президентские выборы 2021-го. Кому-то понадобилось хоть тушкой, хоть чучелом затащить в Белый дом полутруп. Нет никаких возбуждений, импотентов Европарламента. Бездарная актриска не вопит на площадях. Все делают вид, что этого не было, что не обогрён Капитолий кровью. Что старый Вий не взошёл на престол по телам убитых через три ряда колючей проволоки. Всем на это наплевать. Запад потерял всякие берега в своём подлом лицемерии. Полностью погрузился в паноптикум. И находятся у нас те, кто толкают туда нашу страну. Грязные лицемеры. Один из таких, Курочка, по кличке Андрюша Курейчик. 21 век. Век возможностей для бездарности. Когда ты ничего из себя не представляешь, но потакая в лени, убогости, среднему уровню тупости тусовки, ты становишься успешным. Он не сделал ни одного талантливого фильма, не написал ни одной талантливой пьесы. Он только повсюду топал и кудахтал. Только бесконечные, оскотинивающие народ сериальчики. Непомерное самомнение, взбодрённое непрерывным алкоголизмом, логично привели его к взмогарству. Ему трёх квартир и дома было мало. Он ещё в Болгарии метрами обзавёлся. Но это не трудом простого народа, нет. Он считает, что стал таким исключительно благодаря своему кудахтанью. Но назовите мне его пьесы. Гоголя, Островского, Вампилова сходу вспомнят. А Курейчика никогда, хоть и старается он, активно в интернетике воздух портит. Протест оборзевших бездарей, получивших от жизни всё скучающих алкоголиков. Людей, ничего не производящих, но требующих больше и больше. Протест лени и капризов против труда. Протест лакированных мужских ногтей против трудовых рук. Протест слабости против силы. Протест смерти против жизни. Он раздавлен. А теперь он у нас, вы не поверите, освоил новую профессию. Он теперь блогер и регулярно за границей поливают грязью нашего президента. О, сколько уже поколений изменников и смешных неудачников построили себе карьеры и состояние на критике Лукашенко. Да вы молиться на него должны. Без него у вас жизни не будет. Вам не о чем будет кудахтать. Ваши судьбы сломаются. Вы просто потеряетесь. И твои пьески неинтересны даже змогарам и стутбайке. Им жирный кот важнее, чем твоя бездарная писанина. Пора бы и театру имени Горького отказаться от сомнительных поделок в репертуаре. Или вы уже не русский театр, а антирусский. Но он настойчиво продвигает одну очень глупую мысль, на которую надо дать ответ. Он, повторяя за либеральными кумирами, кричит, что мы европейцы. И это ложь. Мы лучше Европы. Мы сильнее Европы. Так любить, как наша душа. Любить не то, чтобы умом, а всем, чем дал Бог, что не есть в тебе. Так любить никто не может. Не хватит на то мышиной натуры их. Так писал Николай Гоголь. Европа предала себя. Она соузилась до швейцарского гея и немецкого педофила. Это мертвая цивилизация. Она хочет тихо и сыто уйти в забвение, убив при этом всех остальных. А потому прав Юрий Кузнецов. Отдайте Гамлета славянам, кричал прохожий человек. Глухое эхо за туманом переходило в дождь и снег. И приглушенные рыдания дошли, как кровь из-под земли. Зачем вам старое предание, когда вы бездну перешли? А про эту курочку есть что сказать у нашего эксперта Алены Диодиной. Кто чем богат, тот тем и делится. Творчество, как правило, является отражением того, что живет глубоко внутри нас. И слушая то, что Куречик говорит о попытках бунтовать в Беларуси, складывается впечатление, что если бы их вовсе не было, ему бы стоило эти поползновения придумать. Для себя самого, в первую очередь. Просто бывают такие люди, которые искренне за вас порадуются, если в вашей жизни все плохо. Ведь тогда они наконец-то получают возможность рассказать, насколько все тлен и быть услышанными. Для них лучший друг – это человек, в чем-то переживающий личную драму, которому может быть созвучно то, что про этот мир хотел бы ему рассказать Куречик, сочувствующий. Уж не то ли стало причиной того, с каким энтузиазмом Дробатург подхватил тему недовольных в Беларуси, развернув за границей целую постановку о страданиях невероятных сторонников оппозиции. «Вместе с тем, автор словно бы заранее уже обиделся на всех беларусов, кому это может быть неинтересно. Терпилы», – объясняет Куречик. «Да и вообще, из того, что мне удалось услышать из интервью и комментариях нашего героя, его отношения с миром как будто бы строятся по принципу «а виноград-то зелен». И потому «Беларусь-фильм» становится с точки зрения Куречика бесперспективным, запас актерских талантов бездарным, фестиваль без его фильмов – дно днищенское, а наш зритель недостаточно просвещенный, чтобы оценить всю глубину и драматургию его многострадальческой пьесы, которая, к слову, так и называется – обиженная. Однако множественное число там, возможно, лишнее. И весьма цинично на фоне того, что беларусам за год пришлось пережить, звучит его искреннее сожаление о том, что протест в Беларуси сдулся. Он упрекает в этом людей, которым якобы не хватило духа. Это личное мнение. Но главный критерий, дающий право человеку учить жизни других – это то, насколько ему комфортно живется с самим собой. Куречик же признается, что предпочитает топить реальность в алкоголе, да и сам бы не смог сработаться с подобным себе. Разочарую. Независимо от его желания и готовности, он каждый день и так просыпается с самим собой. И на всякое дело, во всякое место берет самого себя. И будь ты хоть невероятным, хоть совсем сказочным, причины желания выпить нередко кроются где-то там. Видимо, не сработались. Сочувствую, но подсказку дарю. А пока куречик. Ну, такой себе авторитет, чтобы учить беларуса в жизни. Давайте следующего. Алена, спасибо. До следующей встречи. Предлагаю вам оценить два образа мира. Первый – мир куречика. Послушайте, что он говорит о вас. Что о вас думают все эти норковые, виски сосущие сэры и перы? Наверное, все-таки должна произойти полная смена поколений, с одной стороны. С другой стороны, вот реально мы выбираться из этого болота начнем только после ухода Лукашенко. Вот он уйдет, до этого невозможно. Потому что вся его философия в этом. И он транслирует ее на огромное количество вот этих всяких колдырей. Вот. И там, я не беру только там силовиков. Просто вот эту болотистую массу, да. Болотистая масса. Крестьяне от зари до зари, горбом своим добывающие хлеб. Врачи, спасающие людей. Рабочие, идущие по жизни с трудом. Учителя, воспитывающие наших детей. Инженеры, ученые, наши воины, наши милиционеры. Все для него болотистая масса, колдыри. И нужно, чтобы они вымерли. Освободили землю для 10% имбецилов. Чтобы они строили здесь свою страну. Страну гомиков и айтишников. Страну слюнявчиков и чуланчиков. Без роду племени, без памяти и без будущего. А вот другой мир. Мир Александра Лукашенко. Мир Александра Лукашенко. Коля, возьми ветку острую у меня. Это называется шильцем. Крестьяне. И вот смотри, вот когда кукурузный початок наклонится вниз, значит, все. Он уже готов. И это вот как брода устроена. Он наклоняется вниз, и он не замыкает. Танцы это функционируют сейчас? Да. Останавливаются поездки? Да, да, да. Все функционируют. Все останавливаются, да? Да, да. Дорога здесь держится намерненько? Да, и дорога держится. Да, спасибо за дорогу. Спасибо. Ну так сам же ходил по ней. Как же. Ну надо, иди ты, не болейте. Ой, спасибо, Александр Лукашенко. Не болейте. Спасибо. Дай Бог вам только здоровья. Все нормально. Все, и всей вашей семье. Знакомым и родным передавайте привет. А спасибо, Александр Лукашенко. Я расскажу, что мы видели Александра Лукашенко. Скажите, что им привет передавался, чтобы не болели. Это мир добра и уважения. Мир свободы и созидания. Любви к людям, народу и стране. Мир, где труд священен, а подлость, измена и лицемерие наказуемы. Этот мир простой, но вам его никогда не понять. Ну и не надо. Оставайтесь там, в своем вонючем европейском болоте. А наш президент будет с нашими драгоценными людьми. Все, что было не обманем, серебром на головах. И душа не перестань суть искать в простых словах. Вам, мои драгоценные люди, те, что были, кто есть и кто будет, Благодати у неба молю. И спасибо за все говорю. Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал. Добро пожаловать на наш канал. Следующий материал о том, что за преступлением обязательно последует наказание. На неделе Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении четырех жителей Минска. Один из злоумышленников взломал сервер и скачал файлы со столичных камер видеофиксации. После опубликовал все на экстремистских телеграм-каналах. Мужчину и еще троих подельников задержали. И тут выяснилось, что называется самое интересное. Помимо взлома госсервера, они причастны к несанкционированным маршам, блокировке дорог. И что самое страшное, у каждого дома хранилось огнестрельное оружие. Подробности выяснил Сергей Шуманский. Был задержан 3 ноября примерно в 3 часа ночи при попытке доступа к системе видеонаблюдения города Минска с целью скачивания архивных записей системы видеонаблюдения. Общая информация, которую произнес этот молодой человек в кадре – сущая правда. Задержан 3 ноября ночью пытался скачать записи с камер видеонаблюдения Минска. Вопрос только зачем и для кого? А еще как молодой человек пробрался на крышу многоэтажки и откуда вообще знал, что такое возможно сделать обычному человеку? Или все же не совсем обычному? Сегодня следователи готовы раскрыть некоторые подробности этого уголовного дела. После задержания в ходе анализа электронной переписки, обнаруженной у него в мобильном телефоне, было установлено, что действовал он не один. По горячим следам были установлены иные его подельники и в последующем оперативно задержаны. Все мужчины систематически принимали участие в несанкционированных массовых мероприятиях, которые происходили в городе Минске с августа по ноябрь 2020 года и сопряжены были с блокированием дорог, неповиновением, законным требованиям представителей власти. Следствием зафиксировано 10 фактов их участия. Добыты доказательства о приготовлении обвиняемых к активному участию в массовых беспорядках и совершению погромов, поджогов, уничтожению имущества и вооруженному сопротивлению представителям власти. Результаты обысков у задержанных недохакеров действительно поражают. Огнестрельные ружья, десятки патронов, к ним бронежилет, каски, мечи, рации с гарнитурой скрытого ношения, пиротехника, листовки с призывами к забастовкам. Такой арсенал явно не располагал к мирным намерениям и поступкам. Согласно материалам уголовного дела, трое фигурантов неоднократно привыкались к административной ответственности, все ранее не судимы и лишь один из них был официально трудоустроен. При изучении накопителей информации и компьютерной техники у этого фигуранта были обнаружены различные сохраненные файлы. В частности, можно привести, как пример, у него были файлы манифест Брейвика, энциклопедия террориста, как изготовить бомбы и иными подручными средствами приготовить различного вида оружия. Также немаловажно у него было обнаружено в электронном виде и методичка шарпа, и другие материалы экстремистской направленности. Кроме того, по месту жительства были обнаружены флаги белокрасно-белый и флаг Украины. Флаг Украины, к слову, оказался в квартире одного из обвиняемых неспроста. Следствием установлено, что двое из фигурантов состояли и активно участвовали в телеграм-чате задержанного в сентябре в Минске 32-летнего украинского радикала. Выступая в роли организатора, тот подготавливал баллончики, кисти, перчатки, растворитель и трафареты. Все необходимое для того, чтобы загадить фасады белорусских зданий протестной символикой. После этого распределял роли исполнителям, одними из которых и были задержаны Минчане. В ходе расследования установлено, что они всячески пытались проявлять себя в протестной активности. Участвовали и организовывали так называемые дворовые чаепития. Приобрели для этого специальное оборудование, в том числе во дворе жилых домов. Осуществляли, жарили дранники, приглашали людей для набора сторонников и подыскания людей, кто схож с ними по взглядам и идеологии. Брат этого фигуранта непосредственно перед выборами входил в инициативу «Честные люди». На компьютерной технике у него в последующем была обнаружена фотография с рядом известных лиц Цепкала, Тихановской и Колесниковой. В так называемом плане, который имелся у него в электронном виде, было указано, что в период с августа по октябрь у него запланирована борьба с диктатурой. Судя по всему, про борьбу с диктатурой обвиняемые вовсе не шутили. В ходе обыска у одного из радикалов следователи обнаружили две предсмертные записки, адресованные жене и маленькой дочери. А это может говорить только об одном. Имея на руках огнестрельное оружие, с учетом призывов, размещенных в радикальных телеграм-каналах, они, что называется, готовы были идти до конца. Анализируя материалы уголовного дела по результатам расследования, было установлено, что они своеобразно воспринимали в том числе и положение Конституции Республики Беларусь. В частности, один из них трактовал ее так, что народ имеет право, согласно Конституции в его трактовке, на вооруженное восстание, на революцию против действующей власти. К чему они готовились? Фактически они не признавали, в последующем при ознакомлении с материалом дела, пояснили, что ожидают, что придет, режим падет, как они говорят, наступит новая Беларусь, Беларусь будущего, и фактически их освободят, признают так называемыми жертвами режима. Жертвами режима этот квартет, в принципе, можно признать. Режима Тихановской, Колесниковой, Цепкалой и же с ними. В реальной же Беларуси все четверо стали фигурантами уголовного дела сразу по нескольким статьям. Максимальное наказание по одной из которых предусматривает до 8 лет лишения свободы. Фигурантам было предъявлено окончательное обвинение по ряду статей Уголовного кодекса. В частности, приготовление к массовым беспорядкам, активное участие в действиях грубо нарушающих общественный порядок, сопряженных с явным неповиновением сотрудникам правоохранительных органов, модификации компьютерной информации, неправомерное завладение компьютерной информацией, использование вредоносного программного обеспечения. Благодаря слаженной работе всего силового блока в очередной раз удалось не допустить массового кровопролития. И эта работа продолжается ежедневно. Только с августа по сентябрь этого года правоохранителям удалось задержать 80 экстремистов. Большинство из них были уверены, что никогда не будут установлены. Но расплата ждет каждого. При этом следователи напоминают, у всех, причастных к массовым беспорядкам, есть шанс добровольно прийти и признаться. Все будет учтено. Благо, в настоящей Беларуси про закон никто не забывает. Сергей Шуманский, Александр Бутрим, Неделя СТВ. А в этой ситуации возможности камер используют во благо. Первый в мире киноэкипаж отправился в космос. Вот уж и где можно в прямом смысле дать волю фантазии. Актриса и режиссер проведут на орбите 12 дней. Им будут помогать профессиональные космонавты. В том числе белорус Олег Новицкий, который на днях прямо в космосе отметит свой юбилей. Кстати, вместе со съемочной группой он вернется на Землю. Мы его очень ждем. Для нас сегодня новым было все. Каждые 10 секунд приносили что-то свое новое. Мы, конечно, еще только встретились со всеми, кто здесь уже живет на МГС давно. Сейчас будем знакомиться. Мне все еще кажется, что я сплю. Да, конечно. Так и мне кажется. И никак невозможно поверить, что это на самом деле происходит. Потому что мы столько ждали этого. И есть какое-то ощущение, что это сошь. Поэтому все, что происходило, было для нас шоком. Во всех смыслах этого слова шок. Ну, приятный. И мы рады прибыть на МГС. И рады, что нас так тепло встречают. Сейчас будем осознавать. Осознавание того, где мы находимся, сейчас, я думаю, придет со временем. Космос космосом, но и на Земле есть место для творчества. На неделе работники культуры отмечают свой профессиональный праздник. Они, конечно, на орбите не бывали, но все равно находят вдохновение. Даже если за окном простая сельская природа, а среди ценителей искусства нет дипломированных экспертов. Где живет культура на селе? В творческом поиске находился Виктор Пралич. Агрогородок Добромыслия. Здесь звучали первые аккорды бренда Леозненского района «Песни земляничных боров». Форум уже вышел на областной уровень и считается визитной карточкой. Не исключено, что его судьбу повторит еще одно детище местного Дома культуры – Добровидение. «Финал 2021» пройдет уже в ноябре. Поэтому мне легко работать, как бы хобби для меня. Да, я здесь не испытываю тяжести никакой. Когда прихожу на работу, я прихожу с радостью, честно говоря. Сам Сергей Михайлович когда-то окончил морское училище, но волей судьбы занесло в океан творчество. Его корабль «Дом культура» – пассажиры 10 коллективов художественной самодеятельности, два из которых носят звание народных. Их причалы – концерты, творческие вечера. Эта мысль актуальна всегда была, хлеба и зрелищ. И она останется еще надолго, потому что это такая специфика человеческой души. А как вы думаете, надо это им сегодня? Надо, надо. Вы знаете, это тоже способ общения. И это, во-первых, интересно и артистам, которые выступают. Им тоже нужен зритель, понимаете. Ну а те люди, которые приходят, они раскрывают для себя людей, которые выступают перед ними. Они даже многие не знают, что вот, например, я или кто-то другой пишет песни сам, сам их поет. Сельский клуб – это душа деревни. И так было, и так будет, сюда не зарастет тропа. Многие местные артисты, кстати, находят здесь отдушину. Среди звезд и учитель, и врач, и экскаваторщик. Сцена объединяет. На данный момент, когда кругом у нас идет эпидемия коронавируса, и когда я очень загружена на работе своей основной деятельности, получается, что пение для меня – это как бы отдушина. Когда я могу уйти от своей работы и от той колоссальной нагрузки, которую сейчас приходится нам всем нести. В песне я черпаю новые силы. Культурная жизнь на селе, она не прекращается. У нас даже население, если долго отсутствие концертов, просто требует и спрашивает, когда будет концерт. Вот когда вы уже выступите. Мы уже соскучились без вас. Поэтому мы активны. И раз просит население, почему бы нет. Вся культура городского поселка Яновичи в 40 километрах от Витебска держится на Татьяне Нитбайло. Правда, из городского здесь несколько пятиэтажек, а вот клуб – сплошное творчество местных рукоделов. Среди молодежи Татьяна Геннадьевна – человек авторитетный. Ну, Татьяна Геннадьевна стоит за музыку. Что, не надо? Татьяна, можно вы свой телефон поставить? Нет, давайте, подождите. Вы не хотите, для кого за 30 стоять? Сейчас я буду сама. У меня еще папочка сделана. Но когда Настя бывает, редко не бывает, тогда я уже у отдела культуры позвонила, послушайте, говорю, сделайте мне музыку. Я с молодежью стараюсь трендить. Как я, так и я. Я танцую вместе с ними. Вот так выглядит белый танец по-деревенски. Чтобы раскачать танцпол, здесь нужны не зажигательные треки и хедлайнеры, а выход Татьяны Геннадьевны. Под биты Аллегрова и Длободы, Хабиба и ремиксы не пустеет клуб до полуночи. Здесь каждый друг друга знает с детства, хотя у многих уже и свои дети. В одном кругу на дискотеке и победители районного конкурса «Властелин села» и обычный студент. Но все дороги субботним вечером ведут в местный дом культуры. Посещаем дискотеку достаточно часто. В город не позволяет ездить то, что дети маленькие дома. И нас здесь все устраивает. Хорошая музыка, хорошая атмосфера. Ходим всей компанией, приходим танцевать, отдыхать, перезаряжаться. И кто теперь скажет, что труд культработников не такой важный, как учителя или хлебороба? Ведь очевидно, что местоположение дома культуры, город или деревня не имеет значения. Главное, что внутри. И да, есть такая профессия – людей объединять. Виктор Пралищ, Расим Гурбанов, Неделя СТВ. На такой культурной ноте мы завершаем программу. Я с вами прощаюсь. Но впереди еще разговор о спортивных рекордах и достижениях этой недели. Добавлю лишь, что у нас все-таки серебро. Это тоже новости последних минут. В заключительный день чемпионата мира по борьбе в Осло наш борец греко-римского стиля Кирилл Москевич весовой категории до 87 килограммов на ковре финальной схватки проспорил золото. Более полная картина спортивной уходящей недели в рубрике «Спорт таймер». Моя коллега Юлия Селепицкая продолжит. Нескучного вечера. У нас в гостях двукратная чемпионка европейских игр, многократный призер чемпионатов мира и Европы по борьбе, участница трех олимпиад, мэтр женской белорусской борьбы, медведица, как назвал ее Александр Медведь, и просто очаровательная девушка Василиса Марзалюк. Девушки в борьбу приходят не от хорошей жизни. Стереотипы про борьбу о том, что в основном мужественные девушки занимаются, мы пытаемся их разбивать, благодаря тому, что завоевываем медали и показываем, что мы обычные девчонки тоже любим носить. Или необычные, очень красивые, да? Обычные красивые девчонки, которые любят носить красивую одежду, каблуки, краситься и все остальное, все эти женские штучки. С маникюром тоже выходите на ковер? Ну, естественно. У тебя история твоя с Золушке? Ну, у меня с Золушке, да, история. У нас папа один, так, у меня брат был младший. И, естественно, я выполняла функции домашние, училась хорошо и просто пошла на борьбу, потому что мне очень понравились тренеры, это для меня стало как второй дом. У меня там было тепло, уютно, комфортно. Вас воспитывал папа? Да, нас воспитывал папа. Привил мне и любовь к спорту, и дисциплину, в том числе. И сюсюкался. Ну, вообще. Возможно, когда-то у меня были обиды, там я думала, что меня не любят, как-то слишком строго ко мне относятся, но я понимаю, что мне это помогло. И, в принципе, с большего я дисциплинированный человек, организованный, и это помогает мне по жизни. Много девчонок из не самых социально благополучных семей в борьбе. Сейчас мы работаем над тем, чтобы представлять борьбу в лучшем свете, разбивать стереотипы, как я уже сказала. И приходят девчонки из очень хороших семей. У меня вот подружка работает тренером в училище Олимпийского резерва. Я у нее как помощник. А, вот ты уже открыла тайну. Значит, ты уже и подрабатываешь. Я подрабатываю, да, с прошлого года тренером в училище. Я потом спрошу, какие у тебя ощущения. Вот. И у нее хорошая семья, полноценная. И она ни в чем не нуждалась в детстве. Но она выбрала для себя борьбу. Что дала тебе борьба? Борьба характер, конечно же. Я была помягче, наверное. Много чего. У меня все друзья, которые со мной, они раньше занимались борьбой. Или я знакома с ними через борцов. То есть это большая единая семья. Это не миф. Это на самом деле так. Наверное. Я как бы к этому привыкла. Думаю, что в других видах спорта тоже так. Материальная составляющая тоже. С этого места поподробнее. Все говорят, спортсмены бедные. Может быть, я пришла на интервью к Юрию Дудю. Он всегда любит финансовое. Нет, Юлия Селипинская тоже любит финансовое. Ну, мне помогли построить квартиру. У меня есть машина. Хороший заработок. Я, в принципе, себе ни в чем не отказываюсь. Благодаря борьбе. В том числе благодаря борьбе, да. Ну, это основной мой заработок. Спорт. Ну, я понимаю, это работа. Да. Вот. И когда у тебя хороший результат, у тебя, естественно, больше финансовых возможностей. Хочется клубной системы, естественно. Это смотришь на Америку и хочется, да. Борьбу делают на Таймсквер, кладут ковры, выходят борцы, свет, музыка. Потому что люди там... А как, подожди, 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 а как же борец? Ну, вам же надо сосредоточиться. Здесь будет, ну, не совсем, так скажем, борьба. Здесь будет больше... Шоу. Шоу. То есть можно поддаться, да. Проход влоги так, ап. Это такие, я бы назвала, советские стереотипы, да. Потому что... Я в стереотипах погрязла буквально. Я думаю, что журналист — это человек, который представляет общественное мнение, да. Поэтому я понимаю, что многие так думают. На Олимпиадах они занимают ведущие позиции. Наша женская борьба на очень хорошем уровне. У нас было три лицензии, из них две медали. Естественно, мы одни из лучших в Европе, кто выступил на Олимпиаде, на Олимпийских играх. Красиво так перешла на Олимпиаду. Слушайте, я даже поняла, что сейчас я должна отвечать на вопросы. У женской борьбы очень много перспектив. И у нас девочки, которые тренируются, я должна это договорить. Я смотрю, молодежь, которая за нами, есть. Не следующее поколение, наверное, чуть-чуть позднее. То есть даже не до Парижа, а еще дальше. Ну, до Парижа, я думаю, еще Ванесса может продержаться. Курочкина продержится. Марзалюк. У них есть этот запал внутри. Что случилось на Олимпиаде? У меня была огромная поддержка, я ее получила. И ты такое грустное лицо сделала, что мне хочется заплакать. Я нормально себя чувствовала. Но уже поздновато, наверное, было. Тяжело прошел прошлый год. И я как тяж, у меня постоянное отсутствие качественного спарринга. Это в основном мальчишки. Девчонки — это совсем другое. И где-то я уже все-таки задержалась, я думаю, на этом месте. Я была, во-первых, уставшая из-за этого, и огня внутри у меня меньше стало. То есть оно перегорело, да? Да. Чуть-чуть не дотянуло. Ну, ковид где-то. Плюс мне уже очень тяжело было тренироваться, держать хорошую нагрузку. И у нас в команде, возможно, нет опыта работы с возрастными спортсменами. Впереди Париж. Осталось три года. Ты уже не чувствуешь, я так понимаю, свои силы для Парижа, да? Нет, однозначно нет. И выросли новые спортсмены. Я вижу, насколько они перспективны. То есть ты хочешь уйти? Я уже сделала такое заявление для тренеров. И они в курсе. Меня, наверное, возьмут в тренерский штаб. И я очень рада. Тренером в национальную команду? Надеюсь, меня возьмут, как обещали, в сборную. И по совместительству я работаю уже второй год в училище Олимпийского резерва. Помогаю своей подруге. Мне очень нравится. С детьми, я думаю, мне даже больше нравится. Будешь ли ты участвовать в подготовке Олимпийской команды? У меня нет личных учениц. Поэтому я надеюсь, что в течение этого времени, пока я буду в команде, я найду себе какую-то подопечную. Но не думаю, что буду везти ее к Парижу. Наверное, позднее. В моем весе нет пока явного лидера. Вообще нет в нашей стране. Есть одна девочка, в 72 выступает килограмма. И мы надеемся, что она наберет в 76 в мою весовую категорию. И для нее я готова быть играющим тренером, в том числе Настя Зименкова. Василиса, я так понимаю, что как тренер ты себе тоже ставишь олимпийские задачи? Естественно, у меня не получилось стать олимпийским чемпионом. И я хочу воспитать такого спортсмена, который возьмет золотые Олимпиады. На этой прекрасной мажорной ноте мы закончим наш диалог. Надеюсь, не последний. И Василиса сюда придет рассказать нам еще много-много интересного о женской белорусской борьбе.